Я приглашаю вас, ну как сказать, вот сегодня официальное открытие второго, второго всероссийского слёта хиты. Привет! Как здорово, что все мы здесь собрались. Это уральская земляне, мы собрались, можно сказать, официальная обстановка. У нас, можно поприветствовать, у нас представители, кто? Уфа. Уфа, где здесь? Поднимите руки. Везде. Ура, давайте поприветствуем. Далее, я слышал, у нас Нижний Новгород, представители. Ура! Далее, у нас кто? Челябинск есть? Есть! Далее, я имею ввиду, пока мы идем по загранице, кто еще? Снежинск. Снежинск. Ура! Москва. Москва есть? Есть! Далее, кто у нас из-за границы еще, чтобы мы не забыли? Курган есть. Курган. Курган. Курган тоже, наши любимые соседи. Ура! Ну и самое главное, наша уральская Светловская хита. Давайте поприветствуем друг друга. Ура! Значит, мы здесь собрались благодаря вот этот знаменитый сайт Хита Урала. Хита Урала. Его президента нет, но есть вице-президент, мы сейчас дадим ему слово. Все-таки благодаря старанию этих парней, вот мы здесь здорово, помните песню, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Благодаря им давайте Андрей Крюшко, вице-президент. Ну раз президент. Андрей, пару слов. Давай, давай. Что вам скажи? Всех приветствую. Ура! Поздравляю. Все, мне сказать больше нечего. Хорошо, вице-президент сказал. Дальше. У нас здесь представители официальной академии. наук. Институт геологии и геохимии. И сейчас вот нас всех поприветствует. Как у нас? Президент Уральского минералогического общества Юрий Рохин. Ведущие сотрудники Юрий Рохин. Многие его знают по статьям. Но все-таки. Давайте ему дадим слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы все-таки коллеги хоть из разных областей. Кто из науки, кто из, так скажем, любителей камня. Ну, все-таки я считаю, что прекрасно, что есть возможность собраться все вместе. Я хоть сюда и несколько случайно попал, но, в общем-то, очень рад, что попал и рад видеть всех вас, что вы нашли возможность приехать сюда на, в общем-то, уникальный объект. И, ну, я считаю, что это наш, так скажем, небольшой шаг к совместному сотрудничеству, то есть, науке с вами, с любителями. То есть, как бы, я считаю, что это сотрудничество должно множиться, развиваться. Ну, и, в общем-то, поздравляю вас с этим нашим геологическим праздником. Ура! Так, ну, значит, продолжение. Если уже, как бы, дальше говорить, большинство, ну, здесь, я думаю, процентов 40-50 тех, кто заканчивали уральский геологический горный институт. В бывшем это СГИИ. Ну, уже я, уже как представитель от горного института вас с удовольствием приветствую, наших выпускников. Многие здесь его заканчивали, многие не закончили, но получили определенный багаж знаний, и мы всегда их рады приветствовать. Поэтому, все, кто, как бы, рад с нами общаться, мы всегда рады с вами. Поэтому большой вам привет, я не буду говорить от нашего ректора, да, Косаря. Именно от лица Свердловского горного института, либо кто заканчивал Уральской государственной горной академией. Это вот вам большой привет. Основная, как бы, может быть, не основная задача, а большая часть, чтобы вы могли, мы с вами могли со всеми познакомиться. То, что вам непонятно, пишите нам, мы с удовольствием с вами готовы общаться. Потому что есть у нас, не забывайте, Юрий Ерохин, это вестник Уральского миниологического общества, вы можете туда писать с удовольствием. У нас есть Уральская миниологическая школа, пишите. Или то, что вы находите, и вам непонятно, обращайтесь к нам. Мы подойдем со стороны науки совместно, потому что на Урале, как вы знаете, очень много неизвестных мест, неизвестных минералов. Если кто из вас следит за этим, сколько, два года назад нашли новый минерал Мариинский. Вот мы с Юрой, ну и там ряд компаний. Поэтому, наверняка, вот это месторождение, ну я имею в виду, вот это общий объект, да, Липовское месторождение, Дудские копии, наверняка здесь есть новые минералы. Но, к сожалению, сейчас они находятся не в таком масштабе, да, не в таком, все это мизерное. Все, что вам непонятно, неизвестно, с удовольствием, тогда мы продвинем нашу уральскую минералогию. Вот, это Ян, а он же на хите, кто ты? Неважно. Неважно, я вообще знаю. На хите-то, аметист. Аметист. Да, вот и говорит, стал за свои клички. Это не кличка, это ник. Ник? Да, это ник. Я извиняюсь. В общем, что представляет собой сайт. Совсем недавно, когда я занимался художественным переводом одной книги, поинтересовался в Википедии, что же такое масонская ложа. И пришел к совершенно парадоксальному выводу о том, что на самом деле, на самом деле хита Урала – это не что иное, как масонская ложа. Почему? Почему? Вот уже это самое… Скватывают мою мысль. Да, то есть, занимаются они вещами, эти люди, которые, скажем, остальным не совсем понятны, а иногда кажутся подозрительными, а иногда, скажем, кажутся даже противозаконными. Так, смотрите. Дальше. Во время заседаний в ложах, оказывается, не ведутся разговоры религии и политики. Что, как говорится, поддерживается, да, это запрещено уставом масонских лож, и строго поддерживается нашим лидерам, которые сейчас, как говорится, с нами духовно. Нет.